Ислам Я приведу вам примеры жизни сестры, которая сказала, больше чем 10 лет назад, кто-то сказал мне что-то об алкоголе. Я изучила это, и как результат бросила спиртное. И в результате я начала изучать ислам, потому что мне сказали мусульмане. И я поняла, что это религия, которая защищает здоровье. Как же она защищает? Через халяль. Она сказала, я не знала, что такое халяль, потому что нас закидывали информацией, что халяль это какое-то волшебство. Если съешь халяль, то полюбишь мусульман. Я не знаю, вы такое слышали? До сих пор в мире, даже в странах Первого мира так говорят. Знаете, халяль это такая магия, они что-то бубнят, фокус-покус над животными. И если его съешь, то полюбишь мусульман, полюбите ислам. И так их учили, и они думали, что это что-то плохое, лучше держаться подальше. И только потом я узнала, что все, что очень полезно для здоровья, называется халяль. Удивительно. Все, что полезно, называется халяль. И если убрать эту полезность, и это станет вредным для тебя, то это перестает быть халяль. Конечно, в зависимости от уровня вреда. Люди могут сказать, в мясе есть холестерин, или оно может повысить холестерин, и так далее. Почему же это не харам? Братья и сестры, честно говоря, если оно было зарезано правильно, то это халяль. Но в то же время, как вы это едите, будет правильно или неправильно. Неправильно значит, ты вредишь себе. Нельзя есть это каждый день, по полкило, или по килограмму, и думать, это халяль. Аль-хамду лиллях. Теоретически, это халяль. Но так, как ты ешь, это неправильно.